Сергей Есенин Пугачёв Анатолию Марингофу Появление Пугачёва в Яйцком городке Пугачёв Ох, как устал и как болит нога! Ржёт дорога в жуткое пространство. Ты ли, ты ли разбойный чаган Приют дикарей и оборванцев? Мне нравится степей твоих медь И пропахшая солью почва Луна, как жёлтый медведь, В мокрой траве ворочается. Наконец-то я здесь, здесь! Рать врагов цепью волн распалась. Не удалось им на осиновый шест Водрузить головы моей парус. Яйк, яйк, ты меня звал С тоном придавленной черней. Пучились в сердце жабьи глаза, Грустящие в закат деревни. Только знаю я, что эти избы Деревянные колокола. Голос их ветер хмарью съел. О, помоги же, степная мгла, Грозно свершить мой замысел! Сторож, кто ты, странник? Что бродишь долом? Что тревожишь ты ночью гладь? Отчего, словно яблоко тяжёлое, Виснет с шеей твоя голова? Пугачёв, в Солончаковое ваше место Я пришёл из далёких стран Посмотреть на золото телесное, На родное золото славян. Слушай, отче, расскажи мне нежно, Как живёт здесь мудрый наш мужик? Так же ль он в полях своих Прилежно цедит молоко соломенной ржи? Так же ль здесь, сломав зари за стенок, Гонится овёс на водопой, рысцой? И на грядках от капусты пенных Челноки ныряют огурцов? Так же ль мирен труд домохозяек? Слышен прялки, ровный разговор. Сторож, нет, прохожий, С этой жизнью яик Раздружился с самых давних пор. С первых дней, как оборвались вожжи, С первых дней, как умер третий Пётр, Над капустой, над овсом, над рожью, Мы задаром проливаем пот. Нашу рыбу, соль, рынок, Чем сей край богат и рьян, Отдала Екатерина под надзор своих дворян. И теперь по всем окраинам Стонет Русь от цепких лапищ. Воском жалоб сердце Каина К состраданию не окапишь. Всех связали, всех вневолили, С голоду хоть жри железо, И течёт заря над полем С горла неба, перерезанного Пугачёв. Невесёлое ваше житьё, Но скажи мне, скажи, Неужель в народе нет суровой хватки Вытащить из сапогов ножи И всадить их в барские лопатки. Сторож, видел ли ты, Как коса в лугу скачет, Ртом железным перекусывая ноги трав, От того, что стоит трава на корячках, Под себя коренье подобрав, И никуда ей траве не скрыться, От горячих зубов косы, Потому что не может она, Как птица, оторваться от земли В синь. Так и мы. Вросли ногами крови в избы, Что нам первый ряд подкошенной травы, Только лишь до нас не добрались бы, Только б нам бы, Только б нашей не скосили, Как ромашки головы. Но теперь как будто пробудились, И берёзами заплаканный наш тракт Окружает, как туман от сырости, Имя мёртвого Петра. Пугачёв, как Петра? Что ты сказал, старик? Или это взвыли в небе облака? Сторож, я говорю, что скоро грозный крик, Который избы, словно жаб, влакал, Сильней громов раскатится над нами. Уже мятеж вздымает паруса. Нам нужен тот, Кто первый бросил камень. Пугачёв, какая мысль? Сторож, о чём вздыхаешь ты? Пугачёв, я положил себе за рог Молчать до срока. Клещи рассвета в небесах Из пасти темноты Выдёргивают звёзды, словно зубы, А мне ещё нигде вздремнуть не удалось. Сторож, я мог бы предложить тебе Тюфяк свой грубый, Но у меня в дому всего одна кровать, И четверо на ней спит ребятишек. Пугачёв, благодарю. Я в этом граде гость. Дадут приют мне под любою крыши. Прощай, старик. Сторож, храни тебя Господь. Русь! 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 смерть тирану тамбовцев господи ну что я сделал первый голос мучил злодей три года три года как коршун белый не проезда не давал ни прохода второй голос от кушай похлебки метелицы отгулял отстегал и отхвастал третий голос черта ли с ним конетелица четвертый голос повесить его и баста кирпичников пусть знает пусть слышит москва на расправы ее мы взбыстрим это только лишь первый раскат это только лишь первый выстрел пусть помнит екатерина что если россия пруд то черными лягушками в тину пушки мечут стальную икру пусть носится над страной что казак не ветла на прогоне и в луны мешок травяной он башку незадаром сронит осенней ночью караваев тысячи чертей тысячу ведьм и тысячу дьяволов экой дождь экой скверный дождь скверный скверный словно вонючая моча валов льется стуч на поля и деревни скверный дождь экой скверный дождь как скелеты тощих журавлей стоят ощипанные вербы плавя ребер медь уж золотые яйца листьев на земле им деревянным брюхом не согреть не вывести птенцов зеленых вербенят по горлу их скользнул сентябрь как нож и кости крыл ломает на щебняк осенний дождь холодный скверный дождь о осень осень голые кусты как оборванцы мокнут у дорог в такую непогать собаки сжав хвосты боятся головы просунуть за порог а тут вот стой хоть сгинь но тьму глазами ешь чтоб не пробрался вражеской лазутчик проклятый дождь расправу за мятеж напоминают мне рыгающие тучи скорей бы скорее в побег в побег от этих кровью выданных стран с объятиями нас принимает всех с екатериной воюющий султан уже стекается придушенная чернь с озиркой словно полевые мыши о солнце колокол в твое теле ли день быть может здесь мы больше не услышим но что там кажется шаги 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 и кто идет кто там идет пугачев свой свой караваев кто свой пугачев я емельян караваев а емельян 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 что нового в этом мире емельян как тебе нравится этот дождь пугачев этот дождь на счастье богом дан нам на руку чтобы он хлистал всю ночь караваев да да я тоже так думаю емельян славный дождь замечательный дождь пугачев нынче вечером в темноте скрываясь я правительственные посты осмотрел все часовые попрятались как зайцы боясь замочить шинели знаешь эта ночь если только мы выступим не кровью озаревую окрасил наши ножи всех бы солдат без единого выстрела в сонном яйки мы могли уложить завтра ж к утру будет ясная погода сивым табуном проскачет хмарь слушай ведь я из простого народа и сердцем такой же степной дикарь я умею на сутки и версты не трогаясь слушать бег ветра и твари шаг от того что в груди у меня как в берлоге ворочается зверенышем теплым душа мне нравится запах травы холодом подожженной из сентябрьского листолета протяжный свист знаешь ли ты что осенью медвежонок смотрит на луну как навьющийся в ветре лист по луне его учит мать мудрости своей звериной чтоб смог он дурашливый знать и призвание свое и имя я значение мое разгадал караваев тебе ж не даром верит пугачев долгие долгие тяжкие года я учил в себе разуму зверя знаешь люди ведь все со звериной душой тот медведь тот леса та волчица а жизнь это лес большой где заря красным всадником мчится нужно крепкие крепкие иметь клыки караваев да да я тоже так думаю емельян и если бы они у нас были то московские полки нас не бросали как рыб в чиган они побоялись нас жать и карать так легко и просто за то что в чаду мятежа убили мы двух прохвостов пугачев бедные бедные мятежники выцвели и шумели как рожь ваши головы колосьями нежными раскачивал июльский дождь вы улыбались тварям послушай да ведь это ж позор чтоб мы этим поганым харем не смогли отомстить до сих пор разве это когда прощается чтоб с престола какая-то блять протягивала солдат как пальцы непокорную чернь умерщвлять нет не могу не могу к черту султана с туречиной только на радость врагу этот побег опрометчивый нужно остаться здесь нужно остаться остаться чтоб вскипела месть золотою пургой акации чтоб пролились ножи железными струями люто слушай бросай сторожить беги и буди весь хутор происшествие наталовом умете оболяев что случилось что случилось что пугачев ничего страшного ничего страшного ничего страшного там на улице желклая сырость гонит туман как стада барашковые мокрую цаплей по лужам полей бороздя ветер заставил все живое как жаб по их гнездам скрыться и только порою привязаны к нитке дождя черным крестом в воздухе проболтнется шальная птица это осень как старый оборванный монах пророчит кому-то о погибели вещи послушайте для наших благ я придумал кое-что похлеще караваев да да мы придумали кое-что похлеще пугачев знаете ли вы что по черни ныряет весть как по гребнем волн лодка с парусом низким по зверинам любит мужик наш на корточки сесть и сосать эту весть как коровьи большие сиськи от песков джигильды до аллатыря это весть о том что какой-то жестокий поводырь мертвую тень императора ведет на российскую ширь эта тень с веревкой на шее без мяса и отвалившуюся челюсть теребя скрипящими ногами приплясывая идет отомстить за себя идет отомстить екатерине подымая руку как желтый кол за то что она сообщниками своими разбив белый кувшин головы его взошла на престол оболяев это только веселая басня ты конечно не за этим пришел чтоб рассказать ее нам пугачев напрасно 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 ты так думаешь брат степан караваев да да по моему тоже напрасно пугачев разве важно разве важно что мертвые не встают из могил но зато кое-где почву безвлажную этот слух словно плугом взрыл уже слышится благовесть бунтов рев крестьян оглашает зенит и кустов деревянный табун без лиственной ковкой звенит что и петр злой и дикой аравии только камень желанного случая чтобы колья погромные правили над теми кто грабил и мучил каждый платит за лепту лептою месть щенками кровавыми щенится кто же скажет что это свирепствуют бродяги и отщепенцы это буйствует россияне я ж хочу научить их под хохот сабль обтянуть тот зловещий скелет парусами и пустить его по безводным степям как корабль а за ним по курганам синим мы живых голов двинем бурливый флот послушайте для всех отныне я император петр казаки как император оболяю он с ума сошел пугачев ха 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 вас испугал могильщик который череп разложив как горшок варит из медных монет щи чтобы похлебать в черный срок я стращать мертвецом вас не стану но должны ж вы должны понять что этим кладбищенским планом мы подымем монгольскую рать нам мало того простолюдство которое в нашем краю пусть калмык и башкириц бьются за бараньи костры средь юрт зарубин это верно это верно это верно кой нам черт умышлять побег лучше здесь всем им головы скверны обломать как колеса стелек будем крыть их ножами и матом кто без сабли так бей кирпичом да здравствует наш император емельян иванович пугачев пугачев нет нет я для всех теперь не емельян а петр карабаев да да не емельян а петр пугачев братья братья ведь каждый зверь любит шкуру свою и имя тяжко тяжко моей голове опушать себя чуждым инием трудно сердцу светильником мести освещать корявые чаще знаете в мертвые имя влезть тоже чтоб в гроб смердящий больно больно мне быть петром когда кровь и душа емельянова человек в этом мире не бревенчатый дом не всегда перестроишь на ново но к черту все это к черту прочь жалость телячьих нег нынче ночью в половине четвертого мы устроить должны набег